Продолжение следует... 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 Они сняли у нас 4 часа 40 минут, а неполных 3% снятого только попало туда. Но берут совершенно незнакомого человека, Кемеровской епархии, он выходит и трепется стоит. Безбожно трепется. Вот крутится и вертится там какой-то бритый, что ну просто никуда, что я детей приучаю к лжесвидетельству, то есть такие обвинения. У меня мысль пришла тряхнуть их. У меня это не раз было. От них труха одна сыпется, подать суть на него. Это у нас было, когда в газете напечатали и потом дали заплатить за подрыв деловой репутации и опубликовать. Опубликовать в той же организации придется. У нас было такое телевидение. Говорили телевидение, ГТРК неприкасаемо, их нельзя ничего сделать. Я пошел в Краевую прокуратуру, они говорят, бесполезно их не взять. Я говорю, ну попробовать можем. И попробовали, полностью высудили. Разговаривать не хотели. Прислали ко мне заместителя. Масолов фамилия его. На углу у нас там в деревне жил Масолов. Такой же. Заместитель там Герасченко, кажется, генеральный директор. Вы отзовите этот, потому что у нас программа-то другое. А весной мы пошлем корреспондентов, они у вас хороший репортаж дадут. Я говорю, уже не вызывает доверие. Еще не приехали, уже хороший. Ты в глаза не видал лагерь это. Мне не надо. Ну я говорю, вы опубликуете в другое время. А они дали время самое популярное. Нас, говорит, не спрашивают. Судебный исполнитель дал указание. Завтра смотрите. Мне еще раз звонят. В это время будете дома? Нет? Я говорю, у меня нет телевидения. Сходите к кому-то. Сегодня по телевидению будет опровержение. И правда все сделали. Оказывается, говорят, в стране без власти. Это неправда. Дальше. На это был задействован московский комсомолец. Генеральная у них там линия в Москве. Говорили, ничего не сделать. Им присудили мне заплатить. Ну, мизерное там, пять тысяч. А они уперлись. Я написал прокурору Москвы. Прокурор сразу дал постановление арестовать редакцию. Все имущество пока не оплатят. Они мгновенно выплатили. Но на них наложили штраф в несколько раз больше, чем они мне должны были. Там игры никакой нет. Там определенные правила существуют. А то, говорит, ничего не сделать. Я пошел в кровавую прокуратуру. Мне руки все жали. Наконец-то. С ними разговаривать нельзя. Говорит, разговариваешь. Говорит, руки в карманы, кулаки. Сожми, чтобы его не звездануть. Говорит. Наглый, беспредельно. И вдруг сели. Кто написал, бежал из Барнаула, нигде не нашли его. Федяев. Вообще нет. Они нарисовали там черта, с рогами, с плетью, с наручниками община Игнатия Лапкина. И Курдюма в это привлекли. Всех до единого нашли. Мы так попускаемся. Когда человек молчит, говорит, правду говорят о нем. Замолк. А вы, говорят, как я, говорю, на удар, я отвечаю серией ударов. Но я давно этим не занимался. Но гляжу, беспредельно обнаглели. Как вы думаете? Одобряют ваше решение. Ну давайте поднимем руку. Кто за то, чтобы я обратился к Севастьяну, чтобы он последнюю точку поставил. Поднимите руку. Во славу Божию. Они же потеряют поначалу их клепать. Ну то есть слушать даже нечего. Он никогда не видел, ничего не считал. Да что интересно. Если Господь благословит, через две недели, сегодня 14-я, ну 4-я, ну 16-я, две недели, считай. У нас престольный праздник будет, 16 сентября, по новому стилю. В честь святого священномученика Климента этого, Антима Никомедийского, казненного в 1932 году. Если только так все будет, приедет митрополит. Митрополит Сергий. Он дал, когда его запросила народная, русская народная линия, такой ресурс есть, обо мне, все. Мне сказали, такие говорят, такие, но вы-то что скажете? Он очень хорошо ответил. Очень хорошо. У него, у Игнатия Лапкина, нет ни догматических, ни канонических отклонений. Под запрещением не состоит. Человек пожилого возраста, и поэтому заслуживает уважения, и проще такое. И они опубликовали сам документ. И эти сразу, на дальше ходят. Они теперь на митрополита. Почему он защищает тоталитарную секту Лапкина, братьев? Ну, спрашивают, там не с кого. Нищие. А тут прямо. У Дарцев, Евгений, глава информационного отдела Кемеровской парки. Глава, какая же информация, когда одна ложь? Его по пунктам все это разобрать, и я с Севастяном посоветую еще, как правильно сделать. Потому что нам дано право. Апостол Павел требует суда кесаря. Зачем он это говорил? Суда кесаря требует. Иосиф сидел когда там и говорит, ты выйдешь на виночерпе, напомни, Параона, я невинно сижу. И канонические правила разрешают мне судиться с епископом, с митрополитом и с патриархом, если они у меня отняли барана. Или еще что-то. Конкретно. Если, конечно, такое случится, не дай бог, канонические правила православной церкви вселенской. Поэтому мы ничего антиканоничного не делаем, но попытка не пытка. Можно, говорится, отдернуть, потому что они никакого предела не знают в этой лжи. А зачем им? Они гоняются за моими книгами. И как, им не дают, так они... Они, эти книги, очень хорошие. Они нужны нашим семинаристам в семинарию. И выманывают из библиотек. И пришли, где, кажется, Тимиртау там. А там люди, библиотекари наши. А она, она говорит, вот ты что? Какая тебе семинария? Нам подарено. И все. Мои книги находятся в библиотеке Путина. Медведеву подарено. Патриарху. В королевских библиотеках. Мы проехали весь свет, считай, Европу. Нам есть, что показать. И поэтому я не слежусь ни за книги, ни за то... Если сегодня мы читали Златоуст, как говорят, если тебя трепет, и ты как дерево на вершине горы еще крепче делаешься, а которая живет, она изнеженная такая, мама, ладно, спи, выйдешь замуж, еще наработаешься. Она не худышная. А которая живет... Вот сейчас вышла... Как передача, сказать, фильм? Неркаги называется. Неркаги. Какая-то такая национальность на севере в России есть. Ну, совсем небольшая. Ну, и малообразованные люди. А она закончила, там, кажется, доктор, что ли, каких-то наук. Ее представили на соискании Нобелевской премии. А это представляет только Академия наук. А она занимается с детьми и народ свой просвещает. И она говорит о своей биографии. У нас семья, там, говорит, большая была, а я у матери была нелюбимая, говорит. Хорошо или плохо? Она говорит, хорошо, я Бога благодарю. Те выросли изнеженные, а ко мне мать относилась, как будто меня нет. Я иду с ней, там, собирать мороженое, упало. Она даже не глядит. Я опять поднимаюсь и иду. Они меня сделали крепкой, мужественной. И она все о себе это говорит. Ну, северный народ, там, как якуты вроде бы. Значит, никогда не надо смотреть на это, тебя любят или не любят. Ты думай одно, любишь ли ты? Об одном заботься. Да, они на нас нападают. А что, мы слышали сегодня златоуста. Они готовят себе гиенну, эти люди. О них только молиться и жалеть можно. Но их одернуть можно. Не то, что это от отомстите. Вот приезжал второй раз от начальника уголовного розыска. По деревне проехал. Я не знаю, где он останавливается, как он нас нашел. Мы работаем на этом доме, у Никиты теперь уже. И они развернулись и остановились уже в проулке. Ну, я напомнил, говорю, а тут вора-то поймали-то. Какая у вас подвижка? Работаем. Я не знаю, что они там работают. Да дедушки и бабушки копают или что. Но, говорит, работаем. И вы знаете, какая главная эта мысль у них была? Зачем приезжали? Узнать. Люблю ли я Путина? Я выражаю своими словами. То есть, если будет восстание, то не возглавлю ли я это восстание? Я говорю, я люблю Бога, Священное Писание, которое повелевает молиться. А вы знаете, там 360 какая-то статья, которая уголовная, если вы будете идти против. Я говорю, чего ради я буду идти-то? Вот и больше вопросов никаких не было. Проверить. Благонадежность Российской Федерации по Потеряевке. Начальник уголовного розыска приезжает, чтобы я изъяснился в любви к нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Я говорю, мы за него молимся. Мы хоть маленько опамятовались. Еще, слава Богу, на каждую корову налог не налагают. Так? Ну вот, нам есть за что Бога благодарить. Мы проехали по всей стране, и нас везде пропускали. Никто не хватал, не давил. Нам не судить надо, а молиться, чтобы Бог ему добрые мысли полагал о нас. Царь... Где воевать, где мир заключать. Ну все. Я не вижу Елизаветы нашей, где она. Учится в городе. Так что, я не знаю, батюшка-то, когда приедет в Лазино, надо скоро будет делать. Освещение, наверное. Два новоселова у нас. Трапезы там все. Да, да. Две трапезы.